Ликвидация объектов незавершенного строительства, готовность летних лагерей к приему детей и подготовка к акции Лес Победы. Актуальные вопросы в центре внимания на оперативном совещании в администрации района. Строили, строили и так и не достроили. Восемь объектов незавершенного строительства находятся на территории Щелковского района. Судьба зданий в стадии определения. Вопрос стоит четко. Или сносить, или достраивать. В администрации Щелковского района по каждому объекту разработаны и направлены 3 апреля в главу архитектуры Московской области дорожные карты по механизму завершения строительства объектов жилого и нежилого назначения. Назначена комиссия по осмотру объектов. Проводится анализ законности строительства и наличия исходной разрешительной документации. 17 апреля 2018 года произведен осмотр 5 объектов. Составлены арты. Необходимо проведение технической экспертизы за счет собственников объектов. Особое внимание привлекают сразу два крупных недостроя в центре города. Гостиница и дом на набережной. Уже на следующей неделе должно состояться специальное совещание с представителями банка «Открытие», к которому в результате банкротства собственникам перешла недвижимость. Однако контроль осуществляется и за строящимися объектами, особенно социально значимыми. Тяжело идет, конечно, Медвежоозерская школа. Владимир Николаевич знает, что там непростая ситуация. Поэтому я беру эту ситуацию под личный контроль. В эту субботу мы с Никитой Санычей объезжаем все важные площадки, а эту площадку в 19 часов каждый день контролируют. Также на совещании обсудили организацию летней детской оздоровительной компании. Подготовка к ней началась еще несколько месяцев назад. Был создан специальный координационный совет. Готовится принять ребят детский лагерь «Лесная сказка». В этом году, как и в прошлом, там идут масштабные ремонтные работы, пищеблока, душевых. Мы полностью капитальный ремонт производим душевых для девочек и мальчиков. Ведется также благоустройство этой территории. Летнюю оздоровительную компанию начинает и лагерь «Юнармеец». Там проведен косметический ремонт нескольких спальных корпусов, частично заменены полы и потолки в душевых комнатах и корпусах медблока. Также 26 лагерей дневного пребывания будут работать на базе образовательных учреждений. С 14 мая будут проходить комиссионные выезду по принятию лагерей. А уже 12 мая в Московской области состоится важная эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Жители Щелковского района традиционно принимают активное участие в высадке деревьев. Ожидается, что в этом году мероприятие соберет 5000 щелковцев. Для их удобства на территории муниципалитета решено организовать четыре площадки в поселениях – Гребневска, Анискинска и Фрянова. В последнем под областную акцию выделено сразу два участка. Общая площадь посадок превысит 13 гектаров. Жители высадят 53 тысячи новых деревьев. Центральной площадкой акции станет сельское поселение Гребневска. Здесь, рядом с деревней Новая Слобода, планируется высадить порядка 32 тысяч сеянцев ели. Для жителей подготовлена насыщенная культурная программа и горячее питание. Дарья Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».